всем привет дорогие друзья расскажу сегодня небольшую историю думаю будет интересно вот и расскажу о уникальнейшем месте месте которое дает благословение месте силы думаю будет интересно поехали в последнюю поездку мы остановились в отеле упадной же горы терумала и где-то приблизительно на второй день мы там были по моему четыре дня и где-то на второй день было поздно вечером уже так часов 7-8 наши ребята захотели кукурузы вареной а это как раз время когда она продается она там продается в двух видах либо вареная либо печеная на огне и ребята из нашей группы сказали мы бы хотели вареной кукурузы сами понимаете овощи фрукты в россии ну да там все в избытке всего масса вот мы захотели кукурузы пошли искать но в результате искали наверно минут 20-30 ходили по улочкам еще раз хочу сказать это было позднее время вот и естественно в это время уже наверное многие продавцы посворачивались да мы нашли кукурузу вот но пока мы стояли разговаривали у одного из магазинов не помню какая тема там обсуждалась то есть это поймете ты не только кукурузу искали да то есть мы решали там вопросы кто где хотел постричься там потому что у венкотешера надо было на лысо стричься там кто-то хотел себе еще сувениры из серебра купить кто-то божеств хотел купить ну и так далее кто-то одежды хотел себе купить индийской у каждого знаете много много запросов было и мы стояли рядом с одним магазином и общались и к нам подошел один индус и индус был довольно высокого роста что для индусов не характерно обычно индусы с крупным телосложением они принадлежат к более благородным кастом то есть они высокие и мощные такие вот а основная масса индусов они маленькие такие знаете наверное средний рост метр семьдесят даже меньше а этот подошел был наверное ростом метр девяносто и такой знаете массивный мужчина ему на вид было лет около 30 может чуть больше и он у нас просил поздоровался говорит здравствуйте вы откуда мы такие говорим мы из россии вот приехали посетить ваши храмы посетить венкатешвару он говорит а дальше куда вот здесь же вы не будете все время рюнет конечно мы здесь четыре дня потом поедем дальше куда едете мы говорим что мы поедем в город майсур штат карнатока посетим божество известной как богиня дурга и когда он услышал про то что мы посетим храм богини дурги он очень не обрадовался и уже тогда этот разговор меня немножко так зацепил потому что я понимаю что это не просто так не просто так и так люди эти подходят вот не просто так заводятся такие разговоры и он говорит слушайте а приезжайте к нам в город оказалось что город из которого он приехал в терупати это город вишакхапат нам приблизительно по расстоянию около 200 километров на север относительно того места где мы были от терупати наверное даже чуть побольше вот он сказал что у нас тоже есть очень древний храм богини дурги и вам очень понравится обязательно приезжайте к нам в наш город вы останетесь под очень большим впечатлением я вас приглашаю естественно если бы наверное продолжили общаться он бы с удовольствием пригласил бы нас к себе туда в вишакхапат нам и помог бы посетить разные святые места вот но все таки у нас по план был другой мы должны были посетить вишакхапат нам потом ой господи этот город майсур простите я уже видеть я уже мыслями уехал вот город майсур потом вернуться в другой город что собственно мы чуть дальше и сделали но само это приглашение но мне как по как то знаете очень благостно отложилось сердце то есть я запомнил этот разговор костя парень который с нами был он еще обратил внимание на то что у этого индуса на руке был очень дорогой перстень и по-моему там я не помню какой камень был я видел этот перстень я в них вообще не разбираюсь довольно большой камень был он говорит и он сразу сказал что кости у нас он не знаю кто но он археолог у него образование в этом направлении вот он все эти минералы все это знает на зубок он сказал что это очень дорогой камень и этот молодой человек принадлежит какому-то очень состоятельному роду вот но и было видно что мужчина этот индус он сам по себе такой видный да то есть он не принадлежит какой-то низшей касте такой благо благородных кровей и по ощущениям он довольно добрый такой милосердный вот спустя какое-то время я все-таки решил найти упоминание об этом городе и вы знаете этот город в шакхапатном он довольно часто упоминается в истории индии и даже озвучивая это название я думаю мы слышим одно из имен супруг шри кришны аватара да то есть вишакха быть богини вишакха это вторая супруга после радхарани они находились на одном уровне с лолита деви и честь богини вишакхи назван этот город пытался найти легенду почему назвали но приводятся какие-то такие легенды типа пришла какая-то буддийская монахиня назвала в честь вишакхи этот город или женщина следующей традиции буддизма и назвала этот город честь вишакхи по другой легенде кто-то другой назвал в общем непонятно надо будет искать но легенда очень красивая также через этот город протекает очень мощная священная река это тоже мы чуть-чуть позже обсудим относительно храма богини дурги который я которую о котором я расскажу и расскажу чуть позже но в этом городе около десяти довольно мощных мест силы и очень мощных божеств и мы сегодня поговорим о храме богини лакшми называется на канакалакшми я немножко зачитаю там тоже целая легенда есть с этой с этим божеством мы впоследствии посвятим этому городу чуть больше времени и разберем еще несколько мест очень удивительных мест и в том числе храм богини дурги который также располагается на горе и это тоже уникальнейшее место так что друзья мои будет интересно ну давайте зачитаем божественно красивый храм расположенный в городе вишакхапатном храм шри канака махалакшми может похвастаться симметричной структурой имеющей большое историческое значение посвященной индуистской общине храм предлагает божественную расслабляющую и умиротворяющую атмосферу для преданных шри канака махалакшми несомненно является местом которое стоит посетить для последователей традиции индуизма считается что правящее божество которое является воплощением шри лакшми было семейным божеством правителей этой области в то время и и в то время и они восхищались ею как аммавари это одно из имен богини лакшми путешественники и паломники которые приезжают на выходные или на на всю неделю должны брать отпуск в этом религиозное место потому что там проводится довольно много празднеств очень много празднеств но естественно все посетить сразу не получится обычно говорят что беру верховное божество исполняет желание каждого кто приходит сюда искать благословение с открытым сердцем но это одно из основных правил если ты действительно хочешь получить благословение ты должен прийти с чистым сердцем вот что значит с чистым сердцем иногда у нас есть скрытые какие-то желания если мы если мы будем преследовать какие-то свои коростные мотивы бессмысленно что-то вообще ждать вот то есть нужно освободить свое сердце свою свой ум от каких-то лицемерных взглядов и прийти в чистом состоянии тогда богиня исполняет все желания все чистые праведные искренние желания есть одна очень важная причина и история которая привлекает людей из разных сфер жизни это ежегодное празднование фестиваля маргаширша маха мохот савом или масса мохот савом который проходит проводится каждый год в течение месяца в это время тысячи преданностей каются в этот храм чтобы мельком увидеть богиню вознести ей свои молитвы по четвергам толпа увеличивается вдвое ли втрое чем другие дни недели поскольку это считается благоприятным днем шри маха лакшми но число 4 это цифра которую любит богиня лакшми считается что если делать подношение нужно делать подношение четырех фитильков допустим четырех ламп вот это особо доставляет ей удовольствие другие фестивали на которых богиня украшена всеми эксклюзивными украшениями это праздники угади и наваратри история храма шрика на камаха лакшми в городе вишекхапат нам есть интересная история связана связана с происхождением храма шрика на камаха по словам местных жителей божество верховное божество аммавари было найдено в колодце расположенном недалеко от форта тогдашних махараджей 1912 году его вынули поставили в центре дороги чтобы расширить ту же дорогу муниципальный департамент подумал о переносе статуи в другое место следовательно установил ее на углу дороги там суть немножко я сейчас объясню ее нашли 1912 году в глубоком колодце по сути в центре города как так происходит почему божество найдено в центре города в колодце то есть это не то место где должно быть божество все дело в том что вся индия подвергалась нападением мусульман и это всегда были нападения связанные с уничтожением святынь то есть мусульмане приходя они уничтожали всех брахманов просто вырезали их вот а боже божеств они разрушали разрушали храмы вот в индии действительно были были храмы которых даже мусульмане боялись и многие войска даже не хотели наступать в какие какую-то сторону вот тот же самый храм джиганатхи да то есть мусульмане не решались наступать в этом направлении вот ну и так далее там это не одно такое место где господь просто останавливал их или даже уничтожал вот и когда приходили полчища мусульман они славились своей жестокостью и все пуджари но всегда брахманы да они прятали свои божеств реликвии либо в священное озеро либо в основании храма либо закапывали в землю в данном случае то что случилось вот здесь вот божество опустили просто в колодец с водой да но никто же не мог догадаться что кто-то там будет прятать тем более это колодец был прямо у самой дороги да и то есть это не священный колодец и божество опустили в этот колодец дабы спрятать вот мусульман и все это время богиня присматривала за городом находясь в колодце таким образом она благословляла и берегла этот город вот в индии очень много что происходит обычно дальше когда думаю что будут такие вопросы понятно что слухи расходятся быстрее чем приближающиеся войска поэтому когда приходили мусульмане обычно все божества уже были спрятаны все сокровища были спрятаны но оставляли там естественно что-то самое необходимое но и все на этом очень часто вместо того чтобы отдать божество в руки мусульман делалась копия божества и отдавалась копия божества в руки мусульман те ее с удовольствием уничтожали а потом когда уходили пуджари доставали настоящее божество и продолжали поклонение были такие истории и вот скорее всего когда пришли мусульманские орды они уничтожили всех тех людей которые знали а обычно к месту в котором прятались божества имели доступ буквально несколько человек может быть там два три человека до чтобы чтобы иметь возможность достать это божество то есть нельзя чтобы знали все вот но по всей видимости те люди которые были ответственны за данное божество их убили вот и божество само нашли только 1912 году то есть спустя довольно длительное время это практически там 300 400 лет вот а теперь давайте а ну и ее подняли и скорее всего установили в каком-то небольшом храме который стоял прямо в центре дороги по центру дороги вот и когда муниципалитет решил расширить эту дорогу они решили перенести это божество вместе с храмом естественно со всеми почтениями со всем уважением но читаю дальше сразу после всего инцидента то есть 1917 году город начал страдать от болезни под названием чума и очень много людей умерло в деревне ну деревня сами понимаете что сам по себе город в индии он действительно выглядит как деревня вот здесь еще под словом деревня скорее всего подразумевается пригород окраина вот и так далее увидим общее состояние увидим общее состояние тысячи погибших людей люди испугались и сообразили что все это произошло из-за перемещения божества с одного места на другое то есть они таким образом не получив разрешение благословения самого божества переместили его ее вот и таким образом лишились благословения богини лакшми вот и чтобы защитить этот город от смертельной болезни статую статую выкупили почему написано выкупили статую наверное вернули на прежнее место где она была установлена скорее всего она кому-то принадлежала эта статуя но это божество и города ее выкупил вернул на это прежнее место и благодаря восстановлению весь город избавился от чумы жители почувствовали облегчение с тех пор божеству шрика на камаха лакшми поклоняются люди с полной верой и преданностью вступительный взнос для посещения храма шрика на камаха лакшми вишах апат нами составляет 20 индийских рупий с человека за особый даршан ну то есть если вы хотите пройти не находясь в очереди вы можете заплатить 20 рупий и пройти быстрее и ближе вас подпустят божеству если состоять со всеми индусами тогда это бесплатно вот но это может быть далеко и совсем чуть-чуть вот мы когда были в храмах мы обычно платили нас подпускали очень близко и мы в течение там трех-пяти минут могли озвучить все наши молитвы все наши просьбы вот но в некоторой степени для нас это было очень важно вот такая вот очень уникальнейшая история хочу сразу сказать что данное божество как-то подбирая картинки к одному из видео я нашел еще года четыре назад может быть даже больше и я себе на диск сохранил это изображение я понимал что это богиня лакшми она какая-то была странная и тогда уже себе как бы пообещал внутри что я постараюсь найти информацию об этом божестве и почему она такая да то есть она изображается буквально в форме бюста скорее всего она была в полной в полном в полный рост вот но либо опуская в колодец ее повредили либо еще какая-то причина не могу знать но думаю что там в любом случае будет какая-то своя история очень много храмов в индии о которых вообще очень мало информации но они не уступают по своему величию к примеру храмы вриндавана храмы джиганат хапури тиру пати и так далее или тиру мал имеется ввиду будем будем стараться рассказывать такие удивительные истории чтобы у нас была у всех возможность получать получить подобное благословение когда видим данное божество можно обращаться с молитвами с просьбами это также будет считаться как даршин все всем спасибо неестественно друзья если вы принадлежите какой-то другой традиции просто посмотрите с уважением этот ролик потому что богиня махалакшми она очень требовательная вот и очень чувствительная в индии к не вот относятся очень очень щепетильно с большим уважением с большим почитанием и подобных храмов в индии очень мало да то есть храма посвященной богине махалакшми очень очень мало то есть довольно большая редкость все всем спасибо до новых встреч